Как для стрекозы из басни Крылова, зима для исполнителей работ по капремонту началась неожиданно. Всего в соответствии с программой в 2015 году в списках на ремонт значились 502 многоквартирных дома. Работы полностью выполнены лишь в 110. Да и то пока без комиссионной оценки. Подписано, по-моему, порядка уже 15-20 объектов. Дело в том, что приемка работы осуществляется комиссионно и, конечно, это несколько затягивает сроки приемки работы, потому что 5 независимых друг от друга человек. Жители у нас включены в состав комиссии, муниципалитеты, департамент и возникает масса вопросов у членов комиссии. Поэтому приемка, конечно, оказалась более продолжительной, выполненных уже по факту работ, чем мы рассчитываем. Работа продолжается, несмотря на холода. В среду зампред правительства Владимир Шарыпов ознакомился с ходом капремонта в доме номер 138 по проспекту Ленина. Здесь с начала июля идут работы по замене труб отопления и водоснабжения. Ремонт пока не окончен. К 1 ноября будет закончено, заменено отопление лежаки на чердаке и в подвалах, лежаки холодного и горячего водоснабжения, сейчас меняем стояки холодного и горячего водоснабжения, осталось два подъезда заменить. Трудностей при замене инженерных коммуникаций на общедомовой территории в подвале и на чердаке у подрядчика не возникло, однако работу чуть было не сорвали сами жильцы. При работе с инженерными коммуникациями самая главная проблема это попадание в квартиры к собственникам, которые препятствуют выполнению работ. И особенно сложно там, где дома бесподвальные и должно быть в квартирах ниши для того, чтобы производить замены инженерных коммуникаций. Жители отказываются вообще пускать, им нужно вскрывать полы, они сделали по сути реконструкцию полов, заделали эти ниши. И эти проблемы есть, и вплоть до того, что подрядчики отказываются от выполнения работы. К счастью, в случае этого дома подрядчик оказался стойким. Стоимость капремонта составила более полутора миллионов рублей. Жильцами собрано всего 200 тысяч, и еще 70 должны местные неплательщики. В целом по региону ситуация примерно такая же. Собираемость средств на капремонт чуть больше 70%. Остальные копят задолженность по этому виду платежей. На сегодняшний день выставляют цепенье, и в дальнейшем будем обращаться уже к судебным приставам. Судебные решения, судебные приставы, взыскания. И нужно понять на сегодняшний день собственникам многоквартирных домов, что капитальный ремонт проводится на те денежные средства, что они копят для своего дома. Денежные средства никуда не расходуются, ни на какие содержания регионального оператора, ни на какие сторонние услуги или еще что-то. Что касается самой программы. То, что не успеют отремонтировать сегодня, то есть в этом году, отложат на потом. Скорее всего, мы будем переходить на трехлетнюю краткосрочную программу с однолетней, что позволит нам не выполнять при существующих уже в настоящее время в четвертом квартале, в конце года погодных условиях, те работы, которые нельзя, соответственно, выполнять из-за неблагоприятных погодных условий. Но это не значит, что подрядчикам, уже взявшимся за работу, позволят затягивать сдачу. В случае нарушения сроков, в соответствии с договором, такие компании будут наказаны рублем.